Господи, благослови! Вот у Александра Немзорова такой ролик называется «Церковь и наука». Я только что его еще раз просмотрел, прослушал. Меня просят друзья из разных концов света, отовсюду. Мне звонят с Австралии, с Германии, с Израиля, с Англии, с Америки. Я не могу сказать, откуда они звонят, даже с Испании. И задают разные вопросы, отвечают и просят помолиться. Вот я посмотрел, прочитал это, и для этих людей как бы отвечаю. Вот он перечисляет, Александр Немзоров здесь, Жордана, Абруна, Коперник и другие. Правильно, неправильно их там казнили. Ответ один – неправильно. Их нельзя было трогать. Нужны были открытия нужные. Кто это делал? Безбожные попы, католические, православные. И говорить тут даже не о чем. Но я к этому никакого отношения не имею. Я не ударил ни одного безбожника. Для них я отдал все, что мог только. Все абсолютно. Отдавая вот это, книги, то, что это мое сокровище. Я тут 50 лет моих духовных трудов вложил, отвечая на 4124 вопроса. Можно сказать, столько роликов надо. За короткое время, вот сейчас я выставляю некоторые ролики, везде вот эти вопросы и ответы туда вставляю. Вот он перечисляет их очень-очень долго. Что в России не было ученых с 9-го, 10-го века по 18-й век. Правильно не было. Мы привыкли пользоваться чужим. А разве церковь это запрещает? Никогда, нигде не запрещала это. А кто? Взявшие в свою власть. Кто? Ну, в основном это монахи. Нам принесли на Русь не евангельское христианство, а поповство, монашество. Вот сегодня пишут везде, князь Владимир послал, они были у одних, там у татар, у евреев, и пришли. И когда князю Владимиру рассказывали, где они были, и говорят, когда были они в Византии на богослужении, там в Сапии, то были как на небе. И все говорят, о, как на небе. То ли не понимают точно, кто были? Послы. Послы, которые ни одного класса, может, не кончали. Это родноверная такая, как говорят, что такая грамота была на Руси. Какая бы она ни была, люди, не понимавшие греческого языка, они в Греции не были. Но не понимали. У нас сегодня-то стоят церковно-славянский язык, ни один не понимает, ни два, ни три, а ни один. И всегда церковь боролась про то, кто понимал, против этого, что не понимали, не понимали, не давали переводить. И они были как на небе. Я говорю, на каком небе? На языческом, это были язычники, не христиане. Из-за этих словах ухватываться и говорить, вот он такой, так поняли. Ничего не поняли. Монахи приехали как будто с лопатами. До обеда пообедали, наверное, и пошли киевские в горы копать. Они не слышали, что идите по всему миру проповедовать Евангелие. То есть нужно служить так вот Макарий, ныне канонизированный Глухарев. Он в горном Алтае трудился. 475 человек крестил. Он подметал пол в юртах. Он лечил. Это же не один, не два таких человека были, которые занимались этим. Занимались тем, что служили людям, которые не знали Бога. Служили всем, имением своим. Они продавали себя в рабство, чтобы попасть к этим рабам, к этим народам и там проповедовать. Я бы вот в тюрьме никак не проповедовал, такая закрытая зона, если бы меня не посадили. И поэтому я всегда благодарю Бога, что я попал в тюрьму, что в пяти тюрьмах отбывал, в лагере смерти. И Бог вывел меня живым. Настолько это было удивительно. Я же опубликовал о масонстве материал, о трагедии русской церкви. Меня они просить никогда не могли. И когда я вернулся, то из милиции, из КГБ сразу приехали. А что, он вернулся живой? Вот как в фильме «Есиуда Бенгур», когда он вернулся, так он же на галерах был. Он говорит, милость кесаря. Так я могу сказать. Бог помиловал, и я вернулся, чтобы этот опыт передать другим. Опыт. Я вот каждый день молюсь и благодарю Бога за здоровье и за болезни. Я плохо слышу, но мне так хорошо, я многое не слышу, что люди говорят. И когда где-то меня поносят, что-то, я не слышу. Я с человеком говорю и улыбаюсь. Во мне говорят, да он тебя сейчас так клеймил, а я не слышал. Не слышал, и мне этого слышать не надо. И Бог это знал, и поставил мне преграду от лишних слов. Это у меня недостаток с детства был. С детства у меня физическое повреждение, протута перепонка, одна и другая поврежденная. Я не мог догадаться, о чем учитель говорит. И поэтому уроки учил на 2-3 урока раньше. Меня спрашивают, вызывают в доске, а я не знаю, что он спрашивает. Если бы я знал. Помню, как однажды он что-то спросил. Я это не слышал. Но ответить одним словом надо было. Видимо, закон сохранения веса веществ. И один парень сидит и показывает, нос крутит. Я думаю, что он то ли насморк. А он хотел показать ломоносов, нос ломать. Но не догадался. Нужно научиться Бога славить за все, что у тебя есть. Мне как раз вот это то, что у меня есть. То есть ничего нет, это как раз то, что надо. И поэтому никому из этих, которые в науку здесь ударились, они жили, доводили до ума какие-то научные открытия. Но слава Богу. Я каждый день благодарю Бога за Тимофея Ха, который вот этот поисковик библейский сделал. За Тим Бернерса Ли, который изобрел интернет. За Мартина Купера, который изобрел мобильный телефон. То есть за всех, за шахтеров. Я каждый день молюсь не менее семи раз в день. За всех людей возблагодарить моего Творца, который осиял Духом Святым. Дал это изобрести, чтобы эти люди пришли к Богу, познали Его. Смысл-то жизни нашей спасти не жизнь, но душу. Смысл жизни нашей преобразоваться в образ Христов. Другой цели-то никакой нет. Если там за могилой ничего нет, вы посмотрите на людей, которые не верят в Бога. Они никому не нужны. Они непрерывно бурчат. У них уже где-то с 60 лет только одно. Как продлить жизнь? Только больницы, больницы. Они никому не нужны. Совершенно. То вешается, то отравили себя, то еще что-то сделали. У меня вот я верующий человек. У меня жизнь переполнена буквально. На разрыв. Постоянно приди, скажи, сделай. Я работал на работе. Ко мне приезжавшие люди с других республик. Жили, ждали, когда я пойду. Я сторожем работал. Когда я пойду на работу, чтобы на работе со мной встретиться. А три дня я свободен был. Я на велосипед и по городу делал печи. Печи. Это очень дорого стоит. И люди помнят, по сегодняшний день еще встречаются. Она экономная. Ну, я строитель профессиональный. И поэтому 40 с лишним лет я делал печи. И это все перед Богом, как есть. Никогда в жизни не надо никому завидовать. Не надо злиться. Не надо ревновать. Не надо. И у тебя болезнь 90% отойдет уже от тебя. Но учиться надо благодарить Бога. Абсолютно за все. Я вот за Александра. Вот смотрю здесь, где он. Говорит даже неправильно. Но он наталкивает на правильную мысль. Церковь преследовала. Да, преследовала. И что? Покаяние принести. Папа Римский принес покаяние за гонение на евреев. Русская православная церковь за рубежом принесла покаяние перед старообрядцами, которые гнали и давили. Россию раскололи пополам. Вот этот раскол был православная. Московская патриархия основана Сталином и Берией в сентябре 43-го года. Она унаследовала от своих основателей все. Вот это преследование, доносы, о чем Александр говорит. Он говорит правильно. И церковь должна выслушать его. И чтобы никогда больше этого не было. Хотя над этим работал Глеб Якунин. Какое-то решение там было, что анонимки не рассматривают. А сегодня все рассматривают. А что нельзя разве? Нельзя. У меня вот в лагере такой порядок. Жаловаться нельзя. Нельзя. Дети воспользуются этим. Нельзя. Он его большой бьет. Маленького нельзя. Но там у нас написано так. Маленький должен сказать большему. Ты неправильно поступаешь. Ты у меня пнул ногой. Пойдем к воспитателям. И скажем. Пусть они разберутся. А я не пойду. Тогда я имею право пойти. Раз ты не идешь. Потому что ты меня обижаешь. Он идет с другим. Вместе приходят и говорят. Мы ему сказали. Он не идет. Теперь ударили в колокол. Всех собрали. Я проверяю. Так ли было? Да так. Ну девочки-то сколько лет? Вот я ее вызываю и показываю. Сколько девочке лет? Ну девочка стоит там 8 лет. А тебе сколько? 12 лет. Ты насколько выше ее? И ты ее как обозвал? Да 10 лет не пройдет. Ты вокруг ее в юно будешь ходить. Посмотри. Я говорю. Какая красавица писана. Ее сегодня уже видать-то. Вот здесь надо заложить. В ребенке. И обязательно должно быть физическое наказание. Физическое какое? Посмотрите в интернете. Вот у меня оно в лагере 40 лет. И оно есть всегда. Какое? Он матерится. А что я могу сделать? Семилетний матерится. А родители говорят. Еще не можем сделать. У меня уезжает из лагеря. Не матерится. А если матерится, я его отчисляю. Не исправляется. Какое наказание? Забывает что-то. Он бежает за платочек. То есть за листиком задерживает. Где-то пробежает. Ребенок быстро это понимает. Дети это понимают. Когда с ними вместе находишься и заботишься. Это растет новый человек по-другому. Те, которые ворвались в храм, с ними никто не занимался. Они самое дурное влияние там запада от кого. Это проплачено кем-то было. Повторяю. Их не надо было садить. Сегодня моего совета уже там нет. Уже в храме служили, их посадили. Но я это говорил на другой день, как они плясали. Ни в коем случае. Какие-то телефоны разыскивали. Что-то сделать. Безумие из безумия. И Александр Невзоров указывает на это. И надо было прислушаться. Может быть он в то время уже сказал это. Ну вот, этот его ролик. Церковь и наука. Все.